мы с вами будем начинать по-моему все кто хотел присутствовать присутствует обращаю ваше внимание на то что насчет запись соответствие с регламентом сегодня мы должны услышать доклад олега статичек роутера который представляет собой представление его кандидатской диссертации я прошу всех здесь присутствующих после доклада сделать замечание в том числе и может быть не только по существу но и формальных вот естественно можно и прерывать докладчика это же задавать ему вопросы олег статич сколько вам нужно времени я постараюсь минут 40 уложить свои вещи прекрасно прекрасно в таком случае давайте попросим олег константин 40 минут ваш доклад пожалуйста я отключаю камеру чтобы не занимать она все видно все прекрасно только сделать крупнее если можете они все и так нормально все отлично все хорошо добрый день уважаемые коллеги и гости вашему вниманию хотелось бы предоставить доклад на тему распространения монохроматических поляризованных волн отеческого диапазона в направляющих структурах научным руководителем является доцент кафедры прикладной информатики теории вероятности доктор физико-математических наук малых михаил дмитриевич а на следующем слайде у нас представлена структура доклада так цель данной работы у нас является разработка и реализация в системе компьютерной алгебры сэйдж численно аналитических методов исследования распространения монохроматических поляризованных волн оптического диапазона в направляющих структурам основные результаты данной диссертационной работы изложены у нас в 15 чатных изданиях 4 которые называются вак гвецкопус и действительных доклад первая глава данной работы у нас вводная в которой у нас рассматриваются методы исследования задач математической и физики их реализация в системах компьютерной аудитории традиционно известно что распространение поляризованного электромагнитного излучения описывает математическая модель которая включает себя уравнение максвелла а также некое дополнение которое в это дополнение включается это коэффициенты епсинут мю ограниченные условия и условия сопряжения на разрывах коэффициент давайте рассмотрим следующую модель для определенности возьмем плоскость x равна нулю границей двух границей двух разделов сред в положительной части у нас будет они за троп а изотропное вещество которое будет характеризоваться следующей дилектрической проницаемостью а в отрицательной части у нас будут одноосный кристалл который характеризуется следующей дилектрической проницаемостью а в данной модели выше по методу сопряжения а мы решили искать поверхностные волны диакона виде а в кристалле видите суперпозиции вот данных полей а в изотропе в виде данных формул где-ка у нас это волновой вектор а нулевой а е б о и б е это у нас и произвольные комплексные числа п о и б е который характеризует у нас скорость убывания волны в толщине за изотропа вдоль границ а соответственно здесь характеризует опять же скорость убывания только в изотропе а после ряда математических выкладах мы получили следующую алгебрическая модель вон диакона а если у нас пятимерном пространстве следующем к игре к з то п е и п а в этой области вырезанной следующим неравенствами данная система алгебрическое уравнение имеет решение то этому решению ульдер отвечает поле которое удовлетворяет уравнение максвелла условиям сшивки на границе раздела и данное поле экспоненциально обувает при удалении от границы раздела хотелось бы отметить что данная система ранее уже получена в работах бикеева олега николаевича и собственно наша система полностью впадает с тем и который был получен в его работах мы бы хотели предложить оригинальный способ исследования данной системы можно было заметить что систему выше мы можем избавить от коэффициента к 0 то есть от частоты тем нам интересны поверхностные воды волны диаконова что они не зависят от данного а что его параметры не зависят от данного частоты тогда систему уравнений мы смогли переписать в следующем виде данная система у нас состоит из-за четырех уравнений пяти неизвестных поэтому здесь мы можем исключить три неизвестные а собственно между остальными двумя неизвестными найти их связь а мы решили воспользоваться системой компьютерного гипсэйдж для решения данной системы и система 3 у нас задают кривую в пространстве бета-гамма-ку-ку-е-ку-е и нас интересует попадает ли это заданная кривая в следующую область выделенная следующими неравенствами а мы могли обратить что у нас бета и гамма входят в систему 3 как квадраты поэтому очень удобно и легко исключить эти неизвестные а мы провели компьютерные эксперименты и встреч которые нам показали что а проекция на плоскость q-ку-е у нас дает нам наиболее простую структуру далее мы не стали делать это руками а собственно воспользовались техникой исключительных идеалов которые у нас реализована сейдж и исключили переменные бета-гамма-е-ку в результате получилось у нас следующее уравнение коэффициенты которые они зависят от электрической проницаемости точнее зависят только от электрической проницаемости сейдж у нас дает данное уравнение как необходимая и достаточное условие существования решения системы 3 но данное решение она у нас может быть большим бесконечно большими комплекса а мы вычислили это выражение сейдж и разложили его на множители в результате мы получили три множителя а первые два множителя нам давали нетривиальное поле а вот система 3 у нас имела решение когда у нас третий множитель приравнился к нулю мы получали нетривиальное поле а поскольку данное выражение несколько громоздко здесь у нас представлено на слайде его структура и так полагая следующую замену мы решили данное а уравнение в радикалах здесь ты у нас принимает любые значения и таким образом у нас система алгоритических уравнений описывающая поверхностные волны диакона решается в радикалах через параметр t подводя итог вышесказном для случая диаконова решение стима 3 полученная по выписанным параметрическим формулам попадает в следующую область том и только в том случае когда параметр t принадлежит следующему интервалу далее 2 выполнены следующие неравенства и последняя из уравнений системы 3 выполняется при выборе главного значения радикала который был выше q а здесь также стоит отмечить что нам необходимо следить за правильностью выбора знака перед корнем выражение для q поскольку у нас а в этой гамма а входят как квадраты то у нас система а 3 имеет решение независимое от выбора знака а вот у а в систему 3 входит в первой степени поэтому необходимо следить чтобы а выполнялось условия что q положительная и собственно чтобы перед знаком корня а выражение выполнялось выражение для q здесь наиболее простой способ а мы можем предложить чтобы следить за правильностью выбора данного знака это реализовать графически собственно а здесь у нас представлены расчеты где мы можем заметить что здесь у нас а график какой-то синяя линия а собственно границы q изменения т и q и красные линии здесь можно заметить что у нас ограничение на т поставленные автоматически дают выполнение условия ограничения на q а также можно обратить внимание что у нас есть всего лишь одна точка где у нас график синяя линии q касается нижней границы коридора а эта точка 1 2 и собственно здесь у нас получается что система у нас последние последнее уравнение последнее уравнение из нашей системы левая часть его имеет решение только до данной точки а собственно далее у нас нет решения таким образом у нас поверхностные волны диагноза могут возникать в том случае когда у нас график о синей линии попадает за данный коридор и до точки собственной касания далее собственно решения у нас нет а здесь у нас представлен графика на той левой части последняя из уравнений на котором мы видим что у нас а положительность q выполняется на интервале от 0 до 1 2 ты изменения далее собственно у нас нет решения также мы вычислили наши неизвестные бета и гамма они у нас оказались вещественными и здесь мы указали на плоскости бета и гамма при которых у нас имеются поверхностные волны диагноза симметричные им находятся в других четвертях мы высчитали здесь на графике у нас показано угол зависимости у от т градуса который вычитать после был определен следующей формулой поверхностные волны диагноза у нас возникает в направлении волнового вектора и как мы видим что они находятся в узком диапазоне углов то есть от 38 до 45 градусов что соответствует теории и результатам пару полученным ранее работах других автор а также мы провели серию компьютерных экспериментов которые нам дали мы получили несколько выводов которые требуют свои теоретическое обоснование но в целях тестирования нашей программы мы также рассмотрели и не диагнозские случаи здесь на слайде приведен один из этих примеров а мы можем заметить что у нас не выполняется условия диагноза когда у нас эпсилон больше эпсилон и то есть такое не должно быть оно должно быть только в том то есть должно быть чтоб эпсилон было больше эпсилон и здесь нарушается случай диагноза и мы можем заметить что у график у нас синяя линия не попадает вообще в заданный коридор в таком случае разговаривать о поверхность волны диагноза и общего решения системы не имеет смысла а выводы по второй главе у нас система алгебрических уравнений описывается поверхностные поверхностные волны диагноза которые ранее решались работа только численно а в диссертационной работе здесь данная система решена в сейдж аналитически и она решена в радикалах через параметр t также разработан численно аналитический алгоритм определение параметров волны диагноза результаты были сравнены с работами бекеева реки калашина полученными ранее им численно так в третьей главе нашей работы мы рассматриваем дисперсионную кривую волновода заполнен неоднородным но изотропным веществом мы знаем что в классической электродинамике у нас есть две родственные спектральные задачи это задачи на собственные значения на собственные моды резонатора и задачи на нормальные моды волновода а здесь мы напомним их формулировку пусть у нас это некая область пространстве р-3 именуем и далее резонатором нетривиальное поле следующего вида который удовлетворяет системе однородных сравнений максова и следующим граничным условием будем называть собственные моды где у нас гамма омега точнее это положительный параметр собственно частота и до отлист для ее отыскания нам требуется решить задачу на собственные значения следующего вида со следующими граничными условиями относительно спектрального параметра к то есть волнового числа данная задача подобно скалярной может быть записана как задача на собственные значения а вполне не самая сопряженного оператора поэтому она имеет дискретный спектр который мы можем найти приближенно по методу галеркин исходя из вышесказанного сформулируем самосопряженную задачу о собственных модах резонатором уже по-прежнему наш резонатор который заполнен веществом данных веществом который характеризует переменной эпсиум и постоянной мю а в этом случае нам удобно исключить из уравнений максова или вектор электрической напряженности и переписать систему уравнений второго порядка вот таком виде которое обязательно должно удовлетворять следующим краевым условием тогда всяком нет реальному решению вектор аж задачи поставленной выше отвечает собственная мода резонатор же следующего вида здесь напомню формулировку задачи нормальных мод волновода пусть у нас с это некая регулярный область пространстве 3 цилиндр снар будем называть волноводом опять же нет реальное поле уже вот такого вида который удовлетворяет системе однородных уравнений максимум и граничным условием мы будем называть нормальные моды и волноводом где у нас параметр бета это коэффициент фазовое замедление и для его отыскания нам требуется решить задачу на собственные значения следующего вида с следующими граничными условиями а здесь у нас рота с чертой это у нас а дифференциальный оператор которым дифференцирование у нас по z заменяется на умножение минус и умноженное оме на гамма это в как и в скоральном случае точки плоскости к гамма при которых возникает при которых задача имеет нетривиальное решение у нас образует некую кривую которую мы именуем далее как дисперсионной кривой волновода а в том случае когда у нас имеется однородное заполнение волноводе тихонов и самарским у нас была доказана теорема о декомпозиции поле в которой из которой следует что полную систему мод волновода мы можем составить и из-за мод двух типов это трансверсально электрических и трансверсально магнитных а в таком случае у нас дисперсионная кривая образованная счетным числом следующий гипербол где у нас альфа квадрат это положительное собственное значение оператора лапласа с условиями где рихли и неймы в 1980-х годах у нас вас вошли во всеобщее употребление закрытые волноводы с диалектрическими заполнением или сердечником или жилами и задача у нормальных модах данного волновода может быть записано в следующем следующем виде то есть как представлены как а спектр не самая сопряженную а квадратичного не сопряженного пучка относительно параметра а спектральный параметра гамма в девяносто девятом году у нас делитель предложил следующую такую форму записи которая у нас удовлетворяет условия келдыша появление несопряженных матриц и комплексные собственные значения обычно связано с введением диссипации и собственно ведет к кондициальному быванию полей а в нашей задаче у нас нет диссипации и нам не вполне ясен физический смысл этих явлений и может быть этот дефект возникает из-за того что используются приближенные методы отыскания собственных значений несопряженной матрицы несамосопряженной матрицы мы предложили следующий подход в нашей диссертации разработан метод исследования нормальных мод для модели закрытого волновода заполнен оптически неоднородным но изотропным веществом данный метод ранее был предложен в докторской диссертации малых михаил дмитриевича который сводит исследование нормальных мод волновода к исследованию спектра самосопряженной матрицы но в работе докторской работе михаил дмитриевича не учитывалось гибридизации мод а в нашем случае мы учитываем гибридизацию мод а собственно здесь у нас а мы можем рассмотреть гибридные моды которые они связаны с нашей задачи они могут быть а рассмотрен здесь произвольно поэтому здесь мы приводим некий тестовый пример гибридных мод итак у нас гибридные моды могут возникать в волноводах например заполнены некими слоями а в данном случае у нас волновод прямоугольного сечения который состоит из двух слоев и с одинаковой толщиной таким образом используя метод сопряжения мы можем получить и получить аналитический гибридные моды с сэйдж следуя указанием работы чоу так выполнив сэйдж реализовав программу мы получили следующие результаты для нашего тестового волновода здесь у нас нарисована дисперсионная кривая для тестового волновода с двумя слоями которые убирают следующим величинам следующим числовым значениям здесь мы можем заметить что у нас а дисперсионные кривые выражаются показаны сплошными на графике отображаются и у нас есть некий обрыв вот тут этот обрыв у нас связан с тем что у нас формулах происходит переход от синуса к синусу гиперболическому а таким образом мы добавили второй кусок в нашу программу где мы сделали замену когда мы меняем синус на синус гиперболический и мы получили продолжение в виде пунктирных линий предложение нашей дисперсионных кривых виде пунктирных линий таким образом используя метод сопряжения нам удалось получить семейство нормальных мод наш для нашего теста волновода причем эти моды у нас не является нет и модами нитые модами ну как часто их называют это гибридные моды волновода данный пример у нас доказывает что у нас существуют гибридные моды и соответственно этот пример а у нас является очень важным для того чтобы мы могли его использовать при дальнейшем моделировании гибридных мод волновода поскольку мы знаем что именно гибридизация мод у нас вводит несопряженность в ранее известные ранее известные подходы расчета мод итак вернемся к двум родственным задачам и здесь сформулируем теоремы которые указывают на связь между нормальными модами волновода и собственными модами резонатор теорема 1 если волновод s на r имеет нормальную моду следующего вида при которых значения омега и гамма а ой при некоторых значения омега и то резонатор следующего вида имеет собственную моду при тех же омега и гамма теорема 2 если резонатор s на данный отрезок имеет собственную моду следующего вида компоненты которые имеют непрерывные производные при z равном 0 и l то он имеет и собственную моду следующего вида при некотором натуральном значении n а волновод s на r имеет нормальную моду при той же частоте омега и гамма Теорема 3. Точки пересечения дисперсионной кривой волновода S на R с прямой гамма равной константы образуют счетное множество точек, абсцисс, которые совпадают с множеством собственных частот резонатора. Таким образом, чтобы построить дисперсионную кривую, нам нужно решить самосопряженную задачу на собственные колебания цилиндрического резонатора J. Мы используем здесь метод Галеки. Итак, чтобы у нас разговор не был абстрактным, рассмотрим ранее уже известный волновод прямоугольного сечения с двумя слоями. В нижний слой мы внесем вставку прямоугольного сечения S, которое будет заполнено следующим веществом. Будем считать, что у нас μ здесь постоянный, равна единице. Так, для данного случая мы, опять же, в программе вычислили дисперсионные кривые для волновода за полную половину. И здесь мы можем увидеть, что на рисунке вот здесь у нас отмечены, по нашему методу, который мы предложили, мы берем, фиксируем гамма и считаем точки дисперсионной кривой с постоянным шагом. Также сплошными линиями указаны гибридные моды, которые мы подсчитали аналитически ранее. И мы видим, что наши точки попадают на эти сплошные гибридные моды. Таким образом, мы можем сказать, что точки, найденные нашей программой, тоже гибридные. То есть, точки дисперсионной кривой, тоже гибридные. Но здесь мы видим, что при увеличении гамма у нас теряется точность. В данном случае это показывает, что мы можем использовать наш метод для моделирования гибридных мод. Здесь приведены результаты аналитических и численных расчетов. Мы, опять же, видим, что мы считаем для спектральных параметров, то есть, при постоянном спектральном параметре гамма, мы считаем собственные значения для цилиндрического резонатора. Мы видим, что у нас даже три весьма малом количестве мод. Вот наши точки, точки дисперсионной кривой, найденные в нашей программе, хорошо с некой графической точностью уложатся на гибридные вот эти моды. Далее мы рассмотрели. Здесь стоит отмечать, что здесь вот при эпсилон равно 1 на 1. Далее здесь представлен график. Опять же, только в данном случае мы увеличиваем количество мод. По каждому направлению. Здесь мы можем заметить, что график, в принципе, идентичен, который был выше, и человеческому глазу не сильно здесь видно какие-то изменения. Аналогично для взятого для 10 мод был подсчитан. Были построены точки дисперсионной кривой и нарисованы гибридные моды с 2e типа. А вот здесь мы уже увеличиваем наш эпсилон, наше заполнение эпсилон, показатель эпсилон. И таким образом можно заметить, что при увеличении эпсилон, что у нас немного теряется точность в нашей программе. То есть, ну, можно здесь смотреть. На примере ниже здесь более четко видно, что когда мы увеличиваем эпсилон до 2 и берем для каждого направления по 3 моды, то у нас уже совпадение, собственно, нашей точки дисперсионной кривой не ложатся на гибридные вот эти модовые слои. Если мы увеличиваем число базовых элементов, и у нас количество мод становится до 6 мод, то мы видим, что уже у нас более близко, ну, наши точки дисперсионной кривой в нашей программе более близко уже подходят к гибридным модам. А вот даже когда у нас увеличено уже до 10 мод, то мы видим, что у нас гораздо лучше совпадает, гораздо лучше ложатся наши точки дисперсионной кривой на вот эти аналитически вычисленные нами гибридные моды. Так, для реализации данного подхода мы использовали стандартный метод базиса Галеркина. Выбор базиса у нас был осложнен тем обстоятельством, что элементы пространства Гильбертова в резонаторе должны универять следующим уровнем дивергенции, должны быть нулевой, то есть селиндальные поля. Мы исследуем базис полей ТМ и ТМ ТЭ типа, построенные на собственных функциях оператора ВАПЛАС. По методу Галеркина задача об отыскании волновых чисел у нас была сведена к алгебрической задаче следующей, на собственные значения. Здесь мы данную матрицу взяли, условимся, что у нас первый N мод ТМ типа мы запишем во первый столбец, а, собственно, первые N моды ТЭ типа мы запишем во второй столбец. Таким образом мы получаем матрицы, вот такие блочные матрицы, вот таких видов. Поскольку у нас матрица B диагональная, переходя от стандартного базиса к артонармированному, мы можем смести задачу выше 8, то есть стандартная задача на собственное значение следующего вида. Здесь упомянем снова наш подход. Чтобы построить дисперсионную кривую в первой четверти плоскости ГАМА приближенно, мы можем поделить рассматриваемый отрезок оси ординат на отрезки с некоторым шагом Дельта ГАМА. И для каждого ГАМА вычислить первый M собственность частот резонатора следующего вида, которым отвечают моды вот такого вида. Вычисление этих мод сводится к исследованию собственной задачи матрицы D. Из комы здесь у нас значение параметр K квадрата. Матрицы D, элементы асимметричные матрицы D, мы вычисляли с помощью таких двойных интегралов. А в SEAGE мы реализовали программу, которая у нас позволяет решать данные интегралы в символьном виде. И также она составляет матрицу D для любого заданного числового значения ГАМА. И высчитывает собственные значения матрицы D при помощи стандартной функции в библиотеке Линал. Выводы по четвертой главе. Предложен нами новый метод построения дисперсионной кривой волновода с оптическим неоднородным заполнением. Составлена программа SEAGE, в которой реализован метод для волновода прямоугольного сечения с прямоугольной вставкой и протестирован на гибридных модах слоя типа. Показано, что программа успешно справляется с вычислениями точек дисперсионной кривой. Данные точки у нас с графической точностью ложатся на аналитическую кривую, даже при весьма небольшом числе базисных элементов. Предложения, выносимые на защиту. Первое. Разработан и реализован в виде комплекса программ и верифицирован новый метод решения задачи построения дисперсионной кривой волновода за полный оптически неоднородным, но изотропным веществом. Этот метод сводит исследование задачи к задаче на собственные значения самосопряженной матрицы и в то же время учитывает гибридизацию нормальных мод. В серии компьютерных экспериментов показано, что предложенный метод верно описывает гибридные моды прямоугольного слоистого волновода. Третье. Выписана и решена в радикалах система уравнений, описывающая поверхностные волны диаконалов, бегущие вдоль поверхности раздела анизотропа и изотропа. На основе этого решения был разработан и реализован в стейдж численный аналитический метод исследования волн диаконалов. Данный метод также был протестирован и сравнен с численными методами, ранее полученными в работах Бикеева Олега Калавича. Научная новизна. В рамках полной электромагнитной модели закрытого волновода, заполненного оптически неоднородным, но и изотропным веществом, разработан метод исследования нормальных мод. Данный метод сводит исследования нормальных мод волновода к исследованию спектра самосопряженной матрицы и учитывает гибридизацию мод. Решение системы алгебраических уравнений, описывающих поверхностные волны диакона, у нас описано в радикалах. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Коллеги, пожалуйста, сейчас можно задать вопросы, у кого какие имеются вопросы. Пожалуйста. Ну, пока коллеги думают... Если позволите, Михаил Миклович, я хочу задать такой вопрос. Он вроде бы абстрактный, но тем не менее, не абстрактный, не совсем конкретный, но все-таки образно. Вы использовали, Олег, и численные манипуляции, и символьные манипуляции. В первой и во второй задаче, какой приблизительно вклад символьных вычислений, а какой вклад численных вычислений, скажем так. Численные вычисления нехорошо, но тем не менее, пусть будет так. Ваше мнение, куда есть перекос, насколько вам удалось символьных вычислений насытить большое количество в вашей работе? Спасибо. Спасибо за вопрос. Леонид Анатольевич. Ну, поскольку мы планировали для задачи, где у нас рассматриваются волны Дьяконова, мы знаем, что уже численное решение ранее было получено в работах Битея Валерии Николаевича. Здесь мы все-таки, поскольку мы рассматриваем теоретическое исследование волн Дьяконова, нам очень важно было получить вот это аналитическое решение, поскольку данное аналитическое выражение более полезно для теоретических исследований и часто встречается. Если мы говорим про задачу о нормальных модах собственной резонации, где мы строим дисперсионные кривые, то здесь, как таковых, аналитических впечатлений меньше было. Ну, вот именно с помощью численных расчетов мы получили существенный вклад, потому что ранее эти задачи, то есть пытались решать с помощью, когда фиксировали омега частоту, а вот параметр гамма, они постоянно, он был такой дискретный, изменялся. А вот в данном случае, когда мы увидели сходство двух задач, то есть численные решения нам вот, собственно, внесли больше вклад, чем аналитические, поскольку мы смогли увидеть на графиках, полученных ранее, что у нас наши точки дисперсионной кривой ложатся на гибридные моды, и таким образом во второй части работы численные расчеты внесли более существенный вклад, чем аналитические. Спасибо. Если позволите, я на правах научного руководителя все-таки немножко прокомментирую. Я согласен с тем, что сказал Олег, по первой задаче, она действительно в большей мере решена аналитически, и если помните, на прошлом докладе были вопросы, связанные с тем, ну а зачем, собственно, вообще ее решать аналитически, если мы ее можем решить численно. Мне кажется, Олег на этот вопрос в своем ответе тоже смог, так сказать, ответить. А вот что касается второй, это, ну, вопрос, конечно, терминологический, но я не могу согласиться с тем, что предложенный метод является численным, хотя он основан на методе Галеркина, который традиционно изучается в курсе численных методов. Дело в том, что в этой задаче, как было показано на слайдах, есть такое замечательное условие, как дивергенция F равняется нулю, и нужно строить базис, который удовлетворяет этому условию. Если решать задачу чисто численно, это довольно нетривиальный вопрос, и очень приятно, что в Sage мы можем этот вопрос полностью обойти, причем аналитическими методами. Мы аналитически строим базис так, чтобы это условие удовлетворялось точно. Более того, мы аналитически вычисляем матричные элементы в методе Галеркина, и, собственно говоря, если сказать точно, мы получаем явную формулу для произвольного коэффициента, а потом просто в нее подставляем чиселки целые, и уже вычисляем сами матричные элементы. И вот только в самом конце, когда мы получаем, кстати говоря, заполненную матрицу, вот тогда мы начинаем применять численные методы линейной алгебры и находим собственные значения заполненной матрицы. Хочу подчеркнуть, что матрица у нас заполненная, поэтому насладиться разреженной матрицей у нас не получается, с одной стороны. А с другой стороны, у нас очень хороший базис, поэтому нам не нужно брать, ну уж очень много базисных элементов, и вот система компьютерной алгебры, да, в общем-то, без особых проблем справляются с этой задачей. По правде говоря, максимальное количество времени у нас занимает вычисление матричных элементов. Причем, на самом деле, мы долго оптимизировали это место, изначально оно было вообще совершенно грандиозное, но вот благодаря получению формулы аналитической для матричных элементов нам существенно удалось сократить время работы программы. Поэтому, на мой взгляд, роль символьных вычислений в диссертации Олега Константиновича на определяющие. Я бы сказал так, здесь применяются аналитические методы и аналитические вычисления все время, но при этом реализован в том числе и метод Галеркина, который традиционно считается численным методом. А результаты у нас получаются, разумеется, приближенные, потому что это метод Галеркина, но при этом мы всячески стараемся сохранить алгебраические структуры наших задач, ну и в частности, самую сопряженную структуру задачи на собственное значение. Вот, спасибо. Спасибо большое, Михаил Дмитриевич. Я бы хотел здесь сказать комментарий скорее в сторону Олега. Вот смотри, я задал этот вопрос не на пустом месте, не просто так. После того, как Михаил Дмитриевич ответил очень хорошо на этот вопрос, я думаю, тебе нужно его каким-то образом усвоить этот ответ и при защите либо в самой презентации представления, либо потом в обсуждении где-то обязательно вернуть эти вещи. Ты должен оттенить достоинство использования символьных вычислений. Они значительно, я не скажу, что упрощают, но продвигают возможности вашего подхода. Я хотел обратить внимание на это. Спасибо, Михаил Дмитриевич. И вам спасибо. Спасибо большое, Реанит Антонович, за замечание. Обязательно учту. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Я вот вижу у нас тут Ксаверий Юрьевич есть. Неужели у него нет ни одного вопроса? Мне трудно в это поверить. Ксаверий Юрьевич, нет желания? Ну, видимо, нет возможности. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Может быть, у кого-то есть соображения по... Если позволите, Михаил Дмитриевич, я туда еще один комментарий. И в связи с докладом, и в связи с отсутствием лавины вопросов. Когда Олег выступал в предыдущий раз, первый раз, скажем так, вопросов было очень много. И это свидетельствовало о том, что он недостаточно внятно и аккуратно донес до слушателей результаты своих исследований. В этот раз мне было практически все понятно и доступно. Ну, вот только этот акцент я хотел просто оттенить. Я думаю, что большинству слушателей тоже и понятно, и доступно. То есть отсутствие вопросов свидетельствует о значительно возросшем качестве доклада. Михаил Дмитриевич, Олег Константинович, я вас обоих поздравляю. Спасибо. Спасибо. Очень рады. Мы старались. Итак, коллеги, давайте еще раз я всех спрошу, нет ли желания прокомментировать выступления. Может быть, какие-то есть совсем критические замечания, пожалуйста. Если они у вас не появились, пожалуйста, не стесняйтесь, ко мне можно подойти и сказать. Я буду очень признателен любым замечаниям нам с Олегом перед защитой. Сейчас очень важно, как все это воспринялось, и ваши замечания будут с большой благодарностью приняты. Итак, коллеги, пожалуйста, кто-то хочет еще спросить, не стесняйтесь, включить микрофон и спросить. Это относится и к молодым коллегам, которые здесь тоже, я вижу, присутствуют. Ну, если вопросов нет, я предлагаю считать наше заседание закрытым. Давайте еще раз поговорим нашего докладчика. Олег, спасибо. Мне кажется, что у вас получилось. На этом наше заседание сегодня закончилось. Я думаю, что можно заканчивать запись и считать наше собрание закрытым. Всем спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые коллеги.